65 лет заботы о детях. Детский сад номер один с домашним названием Теремок уникален во многих смыслах. Он практически ровесник нашему городу, всего на один год младше, ну а если быть точнее, на год старше. Поэтому его полноценно можно считать носителем культурного кода. За это время сменилось не одно поколение воспитателей и воспитанников. Большинство из тех, кто спал на раскладушках прямо во дворе, бегал по участкам босиком, а потом споласкивался в летнем душе, уже давно стали мамами и папами и привели в любимый Теремок своих сыновей и дочерей. Когда детский сад распахнул свои двери для детворы, Ахтубинского телевидения еще не было. Память о былых временах осталась на снимках. Теплые воспоминания хранит душе и Тамара Викторовна, которая заведует детским садом уже 29 лет. Было это очень неожиданно, конечно. Ну, как бы я не готова была расстаться с коллективом и решила поддержать его, и поэтому стала на эту должность. Хотя до этого работала методистом здесь, и мне все нравилось, все получалось. А пришла я в этот детский сад в 88-м году воспитателем работать. С тех пор все семь групп общей направленности сохранились. За каждой дверью групповой комнаты течет своя жизнь. Сегодня в саду более ста воспитанников. Кто там в теремочке живет? Кто в высоком живет? А ты кто такой? Ха! Я? Ха-ха! Я зайчик-побегайчик! Могу попалю скакать, могу под кустом лежать, могу прыгать без заботы, если нет работы! Прыгать без заботы – любимое увлечение обитателя теремка. Но, как говорится, делу время, а потехе час воспитанников подготовительной группы мы застали за изучением букв и звуков. Маленькие пальчики уже уверенно держат ручку, с такой же уверенностью ребята отвечают. Обучает их грамоте Айгуль Самигулаевна, у которой достаточно большой стаж работы, но в стенах этого детского сада она трудится второй год и уже оценила царящую в нем комфортную атмосферу. Очень нравится, очень коллектив хороший, заведующая нравится, Тамара Викторовна, дети, хорошие родители. Все, меня здесь все устраивает. Нашла то, что искала. Хожу на работу с большим удовольствием. Важной частью образовательного процесса является нравственное воспитание ребенка, уверена, Татьяна Михайловна Мельникова, которая ходит на работу с неиссякаемым удовольствием на протяжении 40 лет. Драгоценного воспитателя со своими детками мы застали за занятиями, как говорится, по душе. В стандартном распорядке, составленном в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, определенный промежуток времени отводится и на любимые увлечения воспитанников – рисование, конструирование, сборку пазлов. Даже вот самой страшно подумать, что я столько лет отработала. Ну, наверное, почему так долго, и можно уже бы и уйти на отдых. Ну, я очень люблю детей. Я в этой любви купаюсь просто. Их непосредственность вот эта меня прям подкупает. Мы, конечно, им тоже много отдаем энергии, сил. Но вот недавно я поняла, что и мы получаем от них такую чистоту, такую искренность, потому что дети до семи лет – это ангелы. В свою очередь, улыбки и радость на детских ангельских лицах без слов демонстрируют отношение воспитанников сада к своим вторым мамам. Но молчать они не собирались. Им было, что сказать в нашей съемочной группе. Мне нравится то, что вкусно готовят. А что именно ты любишь? Я люблю запеканку с подливкой. Мне нравится заниматься. И играться. Здесь очень много детей. Весело. И очень вкусно готовят повара. Я люблю играть и рисовать. Я могу рисовать все и ходить в школу с Кириллом. В то время как старшие группники готовятся к школьной жизни, малыши развивают сенсорные знания. Они изучают мир уже не только с помощью зрения, а используют все чувства – осязание, воняние, задействуют тактильные ощущения. Помимо собачек и лисичек с любопытством изучали нашу камеру. Нам было очень интересно вас видеть, потому что вы у нас ничего не снимали, детки вас не видели. Видите, какие они у нас такие любопытные детки. Они очень интересные, очень забавные. Иногда приходишь. Во всяком случае, какой ритуал в нашей группе. Я не знаю, как других, но у нас, когда приходят, это вот у нас Аня Становская, такая умничка, она первая пришла. И у нас, когда детки приходят утром, они обнимаются. Знаете, как это приятно. Они обнимают нас, они обнимают деток. Особенно, если детки выходят с больничного, это вся вот такая бежит группа и всех обнимают. Но это стоит на это посмотреть, это стоит этим заниматься, наверное. Любовь к ребенку – забота, от которой тепло не только на душе. Одеть малышей на прогулку – то еще испытание для мамочки, имеющей одного ребенка. А если их больше десяти, воспитатель с нянечкой – виртуозы и здесь. Прогулки на свежем воздухе – не только прекрасное время для развлечений, но и время для оздоровления организма. Как результат – блестящие глаза, румяные щечки и отличное настроение, которое дети передают взрослым. У меня трое детей. Вы не устаете от того, что у вас дома и от того, что у вас здесь? Наверное, немного устаю, но дети, они нам посылают все-таки энергию такую положительную. Вот их искреннее чувство, их доброта детская. Они нас обнимут, и мы с Натальей Васильевной заряжаемся этой энергией, наверное, на целый день. Когда дети в саду бегут, обнимают, радуются, и сразу у нас повышается настроение, и силы появляются какие-то, и охота, наверное, что-то творить и делать, и всех любить детей. Они все нам как родные. Ну а после прогулки на свежем воздухе пора и подкрепиться. Коридоры, наполненные запахом тушеной капусты, котлеток – любого из нас переносит мир беззаботного детства. Суп с хлестками на курином бульоне, а на второй у нас идет картофель тушеный с куриным мясом. И идет салатик с свекольным на закушку. Компотик с сухофрукти. Питание в детском саду полноценное и сбалансированное. Составление в меню более 12 лет занимается Светлана Николаевна. Чурадаева. Маленькие дегустаторы блюда оценили. Опять же, без помощи воспитателей и здесь не обойтись. В детском саду номер один оказывается всесторонняя поддержка и помощь не только со стороны воспитателей, но и узконаправленных педагогов. Молодец. Всех чавычков собрал? Да. Да. Так, давай зайцу барабанить поможем? Да. Как он барабанит? Громко-громко. Хорошо? Да. Готовы? Да. Поехали. Логопедическую группу для детей с дефектами речи в детском саду ведет Ксения Игоревна Кочергина. Педагог-логопед помогает поставить речь на специальных игровых занятиях. Результат ее трудов – четкое и правильное произношение воспитанников. Вообще, вот какая зима волшебная. Ой, вот здесь потрогай. Что-то вот здесь есть. А это занятие педагога-психолога Ольги Борисовны Самойловой. Она учит детей адаптироваться в коллективе, находить общий язык со сверстниками, справляться со стрессом, бороться со страхами и жить интересной, полноценной жизнью. К слову, сама психолог трудится в этом детском саду относительно недавно. Признается, проблем, связанных с адаптацией в коллективе, не было от слова совсем. Мне здесь нравится. У нас хороший дружный коллектив, сплоченный. Потом, когда обращаешься с просьбой к воспитателям, они идут на сотрудничество, всегда поднимают тебя, выполняют наши рекомендации. То есть мне в данном коллективе комфортно работать. Говоря о комфорте, отдельным вниманием хочется отметить еще одного педагога, который превращает пребывание детей в саду в веселый праздник. Галина Борисовна Щавелева. Музыкальный руководитель вот уже на протяжении 41 года. Без нее не обходится ни одно торжество. На ее плечах ответственность за музыкальное воспитание детей. Как результат – призовые места в вокальных конкурсах. Люблю свою работу, люблю итогами наслаждаться, результатом. Моя работа – это прививать любовь к музыке, чтобы умели слушать, понимать и любить музыку, самое главное. Обычно видят родители результаты нашей работы. Праздники, утренники, досуги. Всегда благодарность, всегда улыбки. В общем, такая одна из самых приятных работ, которых я так представляю. Конечно, за 65 лет коллектив претерпевал изменения в своем составе. Сейчас в саду номер один детей по-матерински окружают заботы, лаской и вниманием 14 воспитателей и 4 педагога-специалиста. От каждого веет невероятным теплом и уютом. Это отмечают и родители воспитанников. Благодаря расплоченной команде профессионалов им удалось построить мир детства, в котором на протяжении 65 лет живет сказка. Канун юбилея детского сада, большого, красивого, нам 65 лет, хочется от всей души поздравить всех сотрудников, которые в настоящее время работают. Пожелать им здоровья, счастья, мира, дружбы, любви. И очень хочется видеть всех в дальнейшем работающими здесь. Хочется, конечно, поздравить еще и всех тех, кто раньше работал на саду, поддерживает с нами связь и пожелать им тоже всего самого-самого хорошего. Я поздравляю всех детей, которые посещают наше учреждение, которые посещали его раньше, и, конечно, их родителей. Спасибо всем, что вместе с нами встречают этот праздник. Редактор субтитров А.Семкин